Песков, электронное голосование нужно распространять как можно шире, да, это то, что мы сегодня с Марком говорили, молодец. И первое пленарное заседание Госдумы 8-го созыва состоит, скорее всего, в начале октября, но на этом заседании, как вы понимаете, изберут председателя, и поэтому можно сказать, что интриги не будет, да, по крайней мере, интрига прекратится в тот момент, когда Путин соберет всех этих руководителей партии, избранных в Госдуму. Я думаю, что он предложит человека на пост председателя, кого он предложит, Володина, ну я бы поставил на Володина, конечно, да, если бы пришлось ставить деньги, но тоже немного, да, потому что вы же понимаете, что сейчас идет очень серьезная баталия, и, конечно, Кириенко пытается не допустить Володина. Посмотрим, во что это выльется. Было бы неплохо, если бы Кириенко не допустил Володина, Володин начал бы трепыхаться, отбил бы себе какое-то местечко, и началась бы очень активная баталия, очень активная баталия. Зюганов заявил, что в стране есть две башни, государственно-патриотическая, которая с нами вела и ведет диалог, диалог с ними ведет, и либерально-космополитическая, это пятая колонна, которая готова и лгать, и продавать все, что угодно. Готова, да, она готова, а вот та, с которой они ведут диалог, она врет, продает, ворует, и это только готово это делать, только готово, а это уже делает, блядь, 22 года, и Гена Зюганов с ними занимается этой же херней. Эх, блядь, и мудак, а вообще жуткий просто, жутчайший. Российскую актрису арестовали после пародии на генерал МВД Ирину Волк, ну, блядь, генерал МВД Ирину Волк, это сама пародия. Арестовали актрису А. Кривоносову, которая, значит, снимается вот в клипах с вымышленным чиновником Виталием Наливкиным, и ее на 10 суток арестовали, знаете, за что? За незаконное ношение форменной одежды, то есть, если ты в клипе снимаешься, это, значит, незаконное ношение форменной одежды. А если фильм снимают, вообще к стенке надо ставить, со знаками различий, символика государственных военализированных организаций и прочее, прочее. Такая чушь, блядь, просто, здесь какое-то что они творят, собственно, вообще. Я смотрел новый клип с Наливкиным, он там стреляет из настоящего гранатомета по баннеру «Единая Россия». Я долго угорал, когда в кадре появилась Марина Вульф, официальный представитель МВД. Ну да, тут фотку вот этой Марины Вульф разместили, да, которую играла актриса. Да, да, ну в смысле это и, как ее, «Волк», да, вот, которую актриса играла. Трое молодых людей, участвующих в рекламной съемке коллекции «Одежды, платья не для мужчин» были задержаны в Санкт-Петербурге. Представляете, я вот хочу показать вам фотку. Про тюрьму сегодня один наш соратник рассказывал, это очень интересно. И вот там он говорил про различные фотографии, которые не надо допускать, если вы собрались в тюрьму. И вот такую фотку точно не надо в тюрьму, в тюрьму не надо нести, это 100%. То есть, какие-то молодые люди приняли участие в показе вот этих платьев, которые называются «Платья не для мужчин», что-то «Платья не для мужиков», «Я вы свободы выбора», «Купи меня» там и так далее. В результате их задержали, подумав, что это какие-то ЛГБТшники, и отправили в отдел полиции. Если их отправят еще дальше, то будет очень неприятно. Так что с таким фотографиям, с таким портфолио на зону лучше не ходить, нежелательно. Потому что, ну понятно, пермский стрелок оказался поклонником Моргенштерна, еще окажется он поклонником Навального, вот увидите, или вообще арт-подготовщиком, это запросто, что хочешь. Ну, он сейчас у них в руках, он даст любые показания, я думаю, которые им будут нужны. Весь экипаж Ан-26 погиб, заявляют, что среди обломков обнаружены тела, предположительно погибшего экипажа, вот медики психологическую поддержку оказывают, и прочее, и прочее, ну, я так понимаю, родственникам. Я говорю, меня интересует, что в этом самолете, это летающая лаборатория и так далее, это я все понимаю, но помимо того, что это летающая лаборатория, они же все это перевозили, они что-то везли, да, и какие-то люди находились на борту, помимо экипажа, да, ну вот поэтому интересно, кто были эти люди, что везли. Это очень интересно. Российского студента задержали со страйкбольным оружием, но очень боятся почему-то тех, кто в страйкбол играть, я так понимаю, что их всех переписали по миллион раз. Депутат Магадан Единоросс, я судился с ним, был истопником, попал в ЕР, теперь в Москве квартира, дом более 300 метров, козлина это приехала в Москву и мне сказал, что мы здесь зажрались, жена катается на 570-м новом, а в Магадане рыбу раздает с машины и рекламу о себе на ней повесил. Дочка восьмиклассница, у него в год зарабатывает более 8 миллионов. Прикольно, ну что ж, это особенность путинского режима, что вот такие ничтожества, абсолютные ничтожества, они при делах. Потому что людей деятельных, людей серьезных, путинский режим уничтожает, исторгает, ну ибо наверху самые уроды сидят. Путин, если для кого-то секс-символ, да, то все понятно. Путин, если для кого-то секс-символ, да, то все понятно.